Игорь Бокки Я обычный парень, который занимается спортом с детства. Больше я не знаю, что добавить о себе, потому что как-то о себе я не привык рассказывать. У меня самые чудные родители. Я так считаю, мама Бока Елена Валентиновна, отец Бока Александр Антонович. Они в свое время тоже занимались спортом. Сейчас, конечно же, нет. Это гораздо меньше. Они сейчас занимаются, потому что взрослая жизнь, дела. Но все равно иногда уделяют время и на велике ездят. Стараются вести довольно-таки активный образ жизни. Мне было 6 лет. Меня привела мама в бассейн. Сказала, вот, будешь все ходить на плавание. Я на тот момент не хотел. Совсем другое было в голове. Но потом понравилось, очень втянулся. И решил, что этим заниматься буду долго. Победа, я считаю, для меня это в том, что я вырос таким вот человеком, какой я есть, что я смог свою, так сказать, юную дурость выбить из головы и серьезно заняться спортом, относиться к этому серьезно и полностью расценивать вот как основной вид деятельности вот на ближайшее время. И что это то, чем я хочу заниматься. У меня две тренировки в день, почти каждый день, кроме среды и субботы. В эти дни у меня по одной тренировке, а в воскресенье отдых. Тренировка утренняя занимает около трех часов, вечерняя около двух часов. Ну, кроме плавания, скажем так, что-то совмещать с плаванием, когда полностью отдаешься ему весь, очень сложно. Ну, иногда, ну, прогулки бывают, конечно же. Надо чем-то отвлечься, просмотр, кино. Больше, как так и у их занятий, нет альтернативных. Оно, конечно, ограничивает, сковывает. Вот, я не могу работать по определенным вот нагрузкам, чтобы достигать еще более высокого результата. Эти нагрузки более щадящие. И, конечно же, я сковывает, ну, ношу линзы, но все равно я сам понимаю, что, независимо даже от нагрузок, от тренировок, что может случиться всякое. И, ну, конечно, могу потерять зрение, но надеюсь, этого не произойдет. Вот, поэтому тренером моим, личным тренером тщательно подбирается нагрузка, чтобы исключить возможности вот осложнений. Нет, в этом плане у меня все в порядке, я не склонен ни к набору веса, сколько бы я ни ел, ограничений нет. Единственное, это, конечно же, спортивный режим, меньше времени погулять, все такое остается. Талант, конечно, тоже играет огромную роль, но все-таки не настолько большой, как твое отношение к спорту, к тому, чем ты занимаешься. Полностью, насколько ты себя отдаешь этому делу, кем ты хочешь быть, чего, каких вершин хочешь достичь, и готов ли ты идти на все ради достижения, поставленных перед собой целей. Бывают иногда такие моменты, что хочется бросить все, но когда начинаешь об этом задумываться, ты понимаешь, что без этого ты не сможешь, потому что я настолько привык плавать по утрам, заниматься, что без этого мой день – это не день. Так ты после тренировки активный, проснувшийся, хорошо себя чувствуешь, полон энергии и жизни. Я не то чтобы злюсь, мне немного неприятно, что иногда люди видят во мне этого Фелпса, хотя я остаюсь бойким Игорем, земляком, бобручанином, и я бы хотел им остаться. В сравнении, конечно, есть и приятный момент, что вот я как такой знаменитый пловец сравниваю, но с другой стороны, все-таки я предпочел бы, чтобы меня назвали Игорем. Родители помогают побеждать, родственники, дедушка, он очень болеет, очень гордится мной. Когда увидел по телевизору, то даже плакал, как мне мама рассказала, то есть большое всем спасибо. Мы познакомились с ней в Бобруйске, как-то она брала у меня интервью, было такое для работы, и сразу как-то зацепила. И с этого все началось, и мы встречаемся уже три года, я ее очень люблю, и она меня поддерживает, и большое ей тоже спасибо за то, что болела, не спала ночами. Да, он тоже занимается спортом, плаванием тоже, у него со зрением все в порядке на данный момент, он очень старается, как бы папа ему все время мотивирует тем, что вот видишь, как Игорь, ты должен быть не хуже. Он уже бьет те результаты, которые я показывал в его возрасте, то есть он меня обгоняет, если вот сравнивать. Так что он молодец, он очень старается. Вообще родом мы из Польши, насколько я знаю, как бы у меня есть книга родословная, мы родом из Польши. В каком поколении переехали сюда, и как это произошло, я, конечно же, не знаю, но вообще польская фамилия. Бобруйск, это значит для меня очень многое, я там родился, я его люблю, я знаю его улицы, мне нравятся жители, что все приветливые, все очень добрые, очень такой спокойный город. Ну, в каждом городе хорошо по-своему, есть свои плюсы, свои минусы, но, конечно же, всегда хочется вернуться домой, к тому, к чему ты привык, там, где ты родился, вырос. Это память, это невозможно выкинуть из головы. Я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, как-то. Не, я не знаю, я даже не смогу это описать, как бы, просто вот все вот эти камеры, интервью, это как-то не мое. То есть я могу смотреть на других, некоторые к этому рождены для того, чтобы быть в центре внимания. Я же не такой человек, я вырос в обычной семье. Росли довольно-таки трудно, и как-то это не мое, в общем-то. Это не то, чтобы моя мечта. В плане образования я никогда так прям вот очень чего-то не хотел. Это был просто такой выбор, что это в любом случае нужно, это пригодится. Ну, если честно, я не могу себе это пока представить, потому что как-то слишком будет скучная, наверное, жизнь. Мне кажется так, что, может, заскучаю. И мне кажется, все равно буду посещать бассейн, хоть даже чисто для себя, для своего удовольствия плавать. Моя мечта была ставить спортсменом, что как бы она сейчас осуществляется. И, конечно, хотелось бы как можно дольше еще продержаться в спорте, в спорте высших достижений. На данный момент, наверное, самая дорогая для меня медаль – это то, что вот я сейчас в Рио завоевал бронзовую медаль за 100 метров брасом. Потому что данный вид плавания дается мне очень тяжело, с большим трудом. Но я смог преодолеть достаточно большие проблемы с этим вот стилем плавания, потому что вот в Лондоне мне удалось стать всего седьмым, по-моему, если я не ошибаюсь. А сейчас я уже в тройке сильнейших попал в тройку, завоевал третье место. Это для меня очень большой скачок для себя лично, большой прогресс. Любое поражение, даже если ты проиграл, это как урок для тебя. Это должно тебя учить чему-то, подстегивать для дальнейшего развития. Это тоже немаловажно, как и победы. Сколько я общался с людьми с разными проблемами. Это обычные люди. Они очень добрые, позитивные. Они нашли свой смысл жизни, к чему стремиться. Они идут к своей цели. И я бы даже сказал, что они намного приятнее многих людей, которые можно встретить по жизни. Это очень счастливые люди. Они привыкли довольствоваться тем, что у них есть. Это очень позитивный народ. И, конечно же, повторюсь, что это зависит от каждого из вас, от поставленных вами целей, и как вы идете к ним, и готовы ли вы их достигать. У нас же было время после уже стартов прогуляться, на что-то посмотреть. У нас была большая экскурсия. Мы ездили на Христа, который у них на горе. Это знаменитый монумент такой. На Сахарной горе были. Или Сахарная голова. Не помню точно, как она правильно называется. Запомнились очень вот те пейзажи, которые были там очень красиво, очень приятно. На пляж, конечно же, да, не заходили. Нам тоже сказали, что там опасно. Но в плане прогулок у нас было все в порядке. То есть обстановка была довольно-таки спокойная. И мы смело выходили за пределы Олимпийской деревни. Вы знаете, в каждой стране хорошо по-своему. Везде есть что-то, то, что нравится, что не нравится, что устраивает. В чем-то комфорт, в чем-то дискомфорт. Но останусь при своем, что в Беларуси мне очень комфортно. Я люблю свою страну, люблю свой город, Бобруиск. Я люблю сюда возвращаться. Мне нравится уезжать в другие страны, скучать по нему и возвращаясь, понимать, насколько сильно я люблю страну. Пока на данный момент я хочу и дальше представлять свою страну на спортивных аренах. И стараться, как можно сильнее стараться, чтобы и дальше продолжал звучать белорусский гимн на спортивных стадионах разных стран. Я ценю честность, открытость людей, доброжелательность, когда люди помогают друг другу. Люди должны помогать друг другу во всем. У нас страна, я считаю, одна из самых дружелюбных и приветливых. И все друг за друга болеют. Все очень приятные. Надо, конечно же, не опускать руки, стремиться к ней. Просто, когда все надоело, ты должен понять, немножко отвлечься, чем-то попробовать, допустим, что-то другое. Это не обязательно ты должен завязать с каким-то делом и начать другое резко. Ты должен просто, допустим, прогуляться, попробовать делать то, что делают другие люди. И ты поймешь, чего ты хочешь, на что ты способен и что именно, что действительно тебе нравится. И тебе это самому докажет, ты докажешь сам себе, что стоит идти к тому, чего ты хочешь, какие были поставлены перед тобой цели. Смысл жизни жить и жить счастливо – это самое главное.